Ну что, попробуем еще разок, да? Кое-что уточнить. Значит, логика начинается с того, что мысль отличает чувство от предмета, от качества. Это не значит, что чувство берется как пустая форма без предмета, а это значит, что чувство осознается как причина предмета. И возникает сначала чувство, потом предмет. Чувство раньше предмета. Мы вроде как сказали, что сказать, что чувство раньше предмета, и значит сказать, что чувство опосредует собой переход от предмета к предмету. Потому что причинение чувства предмета, то есть качества, причинение чувства предмета и опосредование перехода, это и есть как бы опосредование перехода от предмета к предмету, то есть от качества к качеству. В этом опосредовании как раз чувство и предшествует предмету. Предшествует тем способом, что опосредует. Опосредует же чувство переход, потому что чувство остается тождественным, рад в себе. Опосредование заключается в том, если предшествование заключается в опосредовании, то опосредование заключается в тождестве чувства при переходе от качества к качеству. Чувство тождественное в себе, и оно, чувство непосредственно тождественное в себе. То есть всё, что чувство делает, это опосредует переход. В самом чувстве опосредования нет. Поэтому мы говорили о том, что чувство непосредственно опосредует. А лучше говорить, видимо, что чувство непосредственно тождественное, непосредственно равно себе при переходе. То есть всё, что мы можем констатировать, это то, что чувство опосредует. В этом и есть его предшествование, в этом и есть его чувство значения. Чувство мыслится мыслью. Творчество чувства удерживается мыслью. Но сама мысль не отличает себя от чувств. Мысль отличает чувство от качества, но не отличает себя от чувства. Только благодаря мысли чувство тождественное и опосредует переход. Но сама мысль, как причина чувства, себе не дана. Это сама мысль, а она мысль, тождественное чувство. Будут, да. Откуда тогда берётся то, что чувство опосредует? Если в самом чувстве опосредования нет. Само чувство просто непосредственно. Но, тем не менее, мы в состоянии понять, что оно опосредует. Если мы за счёт мысли, которая тоже себя не знает, то за счёт чего? Если бы мысль знала себя в чувстве, и тем самым обнаруживала бы опосредование. А так получается, что и чувство себя не знает, оно непосредственно, и мысль себя не знает. Но мысль знает чувство. Знает чувство, как непосредственно тождественное. Которое просто остаётся тождественное. Что делает мысль? Знает чувство. А что она знает о чувстве? О том, что чувство остаётся равным себе при переходе от качества к качеству. И в этом опосредовании, оказывается, именно в смысле опосредования, оказывается прежде каждого из качеств. И является причиной каждого качества. Именно потому, что опосредует то и другое качество. В смысле опосредует переход от одного качества к другому. Это знает мысль, которая больше ничего пока не знает. Так или нет? Мысль прежде качества, потому что опосредует переход от качества к качеству. Это опосредование и есть предшествование. Есть условия перехода. Тождественная форма есть условия, опосредование и тождественная форма есть условия перехода от качества к качеству. Можно сказать, в этой тождественной форме совершайте переход от качества к качеству. Сначала форма, но она сначала в том смысле, что посредует переход от качества к качеству. Переход мысль совершает или это как по стихии чувства? Об этом невозможно, по-моему, говорить, поскольку мысль тебя не знает. Она знает только чувства. Почему тогда не одно чувство, а разнообразие? По идее, должно было бы быть, что если какой-то статический предмет, то есть какое-то ограниченное количество его качеств и все, больше ничего. Почему все-таки чувство разворачивается как многообразие, причем как бесконечное многообразие? Это рано еще вопрос состоять? Нет, почему? В общем, я что-то уже сказал. То есть, получается, со стороны предмета есть своего рода некая необходимость, которая не охвачивает мысли, а мы не мысли. Нельзя сказать, что совсем... Если допустить, конечно, что есть бесконечное разнообразие чувства, что не только мысли правят, да, а на самом деле есть нечто, что со стороны предмета навязывается. В частности, то, что, вообще говоря, за предметом стоит бесконечное многообразие качества, что нещипаемое количество качества. Хотя мысль проста, да, она стремится к тожеству, и, казалось бы, все это разнообразие не нужно. Я не... К сожалению, могу только повторить. Логика начинается с того, что мысли обнаруживают чувства в качестве причины, предпосылки, условия предмета. Но каким образом? Каким образом чувства и в каком смысле чувство предшествует, причиняет и является условием предмета? В том смысле, что опосредует переход. Вот, все построили. В каком смысле чувства являются причины? В том смысле, что опосредует в собой переход от качества к качеству. И больше в этом построении ничего нет. И тогда мысль должна знать себя в качестве опоследования? Нет, мы имеем дело с непосредственным опоследованием, это ещё не лечит. Когда будет вещь, имеющая свойство, мы ещё не построили вещь. Мы имеем просто форму, которая опоследует. Я только один шаг ещё не сделал. Поскольку форма как форма, чувство как форма предметно не дана, и мысли предмета не даны, то предметно дано. Это тождество формы предмета предстаёт как тождество места. Тождество пространства, ограниченного пространства. Тождество места, в котором совершается переход от качества к качеству. Теперь всё. Это первый шаг в движении к вещи. Форма предшествовать является условием, но поскольку она как форма себе мысли не дана, ни себе не дана, ни мысли не дана, а предметно это творчество формы предстаёт как единство места, в котором совершается от качества к качеству, и которое это место и опосредует переход. Место остаётся одно и то же, а качество превращается. Место в котором превращается качество одно и то же. Условием сознания места является сознание тождества форм. Условием тождества места, чтобы мы поняли, что есть тождественное место, мы должны удерживать тождество формы. Но предмет, на наоборот, не тождество формы, а тождество места. Место одно, а качество как минимум два. То есть, опять я не всё сказал, тождество места сознаётся, существует только в переходе, нельзя остановиться на каком-то качестве, совершается переход от качества к качеству, и в этом переходе удерживается тождество формы, а тем самым тождество места. Мы всё время должны двигаться от качества к качеству, чтобы осознавать тождество форм и тождество места. Совершается, ещё и поэтому это не вещь, мы с Владом говорили об этом, и поэтому это ещё не вещь, это вот, и поэтому это можно назвать непосредственным опосредованием, потому что совершается переход от качества к качеству, и удерживается тождество места. Тождество места опосредует собой вот этот вот нескончаемый переход от одного качества к другому. Продолжайте ли мы потолкаемся здесь, как хотите? Менее продолжайте. 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 Потому что в одном месте не цвет меняет цвет, а цвет меняет запах, запах меняет звук, звук меняет вкус и так далее. С той поправкой была, опять же, что всё-таки не пять качеств по количеству органов чувств, а больше, потому что глазами можно и форму, и цвет, и размер, и что угодно. Наверное, другими органов, а кожи, естественно, температуру, твёрдость, то есть бесконечное количество, бесконечное количество модальности приходится найти, на эти пять чувств. И, соответственно, бесконечное движение вот модальности в модальности, опосредованное тождество места. Это первый шаг к построению вещей. Как мы уже заметили, опосредующая форма или опосредующее место себе опосредование не заключает. Поэтому следующим шагом логично предположить, что в опосредующем возникнет опосредование. То, что опосредует, вполне очевидно, в себе главное заключать опосредование. Тогда это будет, ну, полноценное опосредование, нормальное, не непосредственное опосредование, а опосредование. С другой стороны, общая ситуация такова, вот на этой стадии, которую мы рассмотрели, общая ситуация такова, что мысль отличает чувство от вещи, от предмета, от качества. Чисто терминологически еще не возникло, поэтому вещь, предмет, просто качество. С другой стороны, общая ситуация такова, что мысль отличает чувство от качества, от предмета, но не отличает себя от чувства. Мысль осознает чувство, чувственную форму причины предмета, но себя, она сама мысль является причиной всего этого, всей этой картинки, но не осознает себя причиной чувства. Но является ее, конечно. Только мысль удерживает чувство как дождества и удерживает тем самым чувство как причину предметов. Поэтому следующий шаг рефлексии представляется совершенно естественным. Мысль осознает себя причиной чувства, отличает себя от чувства и осознает себя причиной чувства. Но мысль как бы по своей природе, что ли, это отношение с собой. Поэтому когда мысль осознает себя причиной чувства, это совершенно то же самое, что сказать, что мысль осознает себя отношением с собой. Поэтому когда мысль осознает себя причиной чувства, она тем самым превращает чувство тоже в отношение с собой, в отношение опосредованного. И если с самого начала чувство тождественного является причиной в качестве тождественного, то опосредование для тождественного может иметь только один вид – отношение с собой. Если мы говорим, что форма тождественная и хотели бы развить тему и введя в опосредующее опосредование, то мы сразу должны согласиться с таким опосредоемым. Это ваньеев в тождественной себе форму, в тождественной себе форму, только отношение с собой. Это и происходит. Мысль осознает себя тождеством с собой в качестве причины чувства. Поэтому мысль, сознавая себя тождеством с собой, тем самым делает чувство отношением с собой и уже в этом виде чувство опосредует переход от качества к качеству. Поэтому здесь уже получается непереход, поскольку чувство в самом себе заключает уже опосредованное отношение с собой, то качества уже стоят, не переходят. Качество принимает вид рядом стоящих одновременно данных качеств. Еще раз, мысль осознает себя причиной чувства, что то же самое осознает себя к отношению с собой, тем самым делая чувство также отношением с собой. И теперь чувство, чувственная форма, как опосредующее качество, уже превращает, делает качества, в свою очередь, не переходными. Опосредует не их переход, а опосредует их данность. Одновременную. Теперь у нас запах рядом стоит, одновременно данных. Со вкусом, вкус одновременно. Запахом и так далее. Вопрос. У нас раньше была некоторого рода пассивность предмета. Это у нас предмет был постоянно страдательным началом. Он сам ничего не порождал, он только так распределил форму, которую ему давал. Ну, форму давал ему некоторого рода форму. Масло в масле, да? А теперь получается, что вроде на эту страдательную позицию стало чувство. Теперь высоко появляется причиной чувства. Раньше она была причиной предметов, и точно так же теперь страдательное является чувство. Чувство от себя что-нибудь даёт, или оно только полностью страдательное? То есть воспринимает форму мысли и всё. Мы с самого начала определили чувство, как тождественное в себе. Оно было с самого начала тождественное в себе. Даже на стадии год чувство было тождественное в себе. Там ещё мысль не отличалась от чувства. Но мы уже работали с чувством, как тождественное в себе. Вот, 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 вот. Предмет представляло множество, а чувство оставалось одно и то. Это исходное определение чувства. А когда появилась мысль, стало ясно, что чувство пассивное. Это получилось на стадии сложения. Мысль отделяется от чувства, и выясняется, что чувство равно себе, и пассивное. Пассивное, ведомо, ведомо мысли. Это два исходных определения чувства. Мы с таким чувством работаем с самого начала. Оно равно себе и пассивное. Мы просто всегда можем говорить двумя способами о предмете. Можно считать, что предмет – это нечто самостоятельное, пускай даже пассивное, но некое иное. А можем говорить, что предмет – это фактически наши чувства. То есть некая совокупность наших чувств и образует предмет. Один предмет дам непосредственной позиции, как он развернут просто на самостоятельно. Второй предмет – он просто дам репликированные позиции. Предметы и состояния наши чувства. То есть один и тот же предмет просто давать им образом описываться. Но в таком описании сами чувства они же ничего не делают. Зачем они о чувствах вообще говорили? Мы об этом говорим о предмете и все. Почему есть такая последующая элемент как чувства? Они же все равно, если ничего он не дает, если он пассивен, то это просто тот самый предмет и есть. Просто выраженный в другой позиции. С репликированной позиции предмет выглядит как состояние наших чувств. Влад, ты просто апеллируешь совсем к началу движения, когда говорилось о том, что форма есть равная себе, а предмет в ней становится и так далее. Но просто вот развитие этой изначальной ситуации, форма равна себе, показывает, что форма равна себе, но внутри себя. При этом она дифференцируется. В ней возникает чувство в качестве подчиненной формы. В качестве подчиненной формы выясняется, что эта подчиненная форма пассивна, а активность на стороне мысли. Но предмет никуда не исчезает, потому что мысль оформляет предмет посредством чувства. То есть, как бы ситуация трехчленная. Просто наша парадигма и пассивность форма – это нас. Наша парадигма – это форма всегда активна. Внутри формы, в самом общем смысле слова, мы вычленяем форму чувства и форму мысли. Так вот форма чувства, что в чем состоит? Я понимаю, в чем состоит форма мысли. Это то, что вообще форма чувства. Есть ли какая-нибудь самостоятельная форма чувства? А ее как бы нет. Как мы можем говорить о чувстве как о форме, если ее нет? В качестве самостоятельного – нет. Она есть только в трехчленной ситуации. Мы можем говорить о форме чувства. Само по себе чувство… Получается ли так, что разговор о чувстве? Это просто есть разговор о предмете, но просто выраженный и реализированный? Ты предлагаешь, что если чувство пассивно, то его надо выкинуть из этой крови. Нет, а если чувство пассивно – это просто другое определение предмета. Предмет либо… Это не другое определение предмета, потому что мысль определяет предмет, но не непосредственно, а посредством чувства. Мысль напрямую предмет не определяет, она определяет посредством чувства. Поэтому чувство выкинуть нельзя. это не предмет разворачивается перед нами как чувственный предмет и форма мысли определяет это чувствуешь в предмет предмет да висят определение пассивная теперь он стал чувственным предметом то есть на него часть мысли сейчас определение мысли или шло в предмет когда я зафиксировал в виде чувства то есть мы уже не обсуждают по первоначальный предмет который был просто числом фарс то что становился теперь уже в определенности а именно чувствую ну и что правильно поэтому чувство это не форма, это скорее чувство, это способ, каким нам определен предмет. Да, Бог говорит, мы кажем, что все-таки о словах. Если бы это была форма, то должна быть активность в этой форме, и тогда надо было объяснить, в чем состоит эта активность, в чем состоит самодеятельность собственных чувств. Если еды самодеятельности нет, значит чувство это просто иное определение. Но чувства же не являются чем-то совсем иным по отношению к мысли. Получается, что совсем иное. Нет, не совсем. Мысль активна, а не совсем иное. Еще раз, исходная интуиция формы, исходная интуиция формы, показала, что внутри этой исходной интуиции формы содержится чувство и мысль. Это ну просто фрагмент единого опыта. Я понимаю, когда ты должен оживлечь, что если не читаешь, что чувствует форма, мы должны показать, что состоит форма образования этой формы. В чем-то активность ее. И сегодня нет никакой активности. Не получается, что нет у нее никакой активности. Значит, это не форма. Так, почему не форма, когда она участвует в процессе оформления? Без нее, без нее мысль не может оформить. Это все понятно. Но в чем состоит участие ее? Надо определить это. Она должна указать, в чем конкретно состоит формообразование такой формы, как чувство. Не подожди, а об этом идет речь постоянно? Олег Тихологов говорит, что там ничего нет, все, что там есть, то же здесь, оно образовано мысль изначально. И чувство фактически просто пассивное, они воспринимают причины смысла еще. То есть она служит проводником этой причинности. Ну и что? Ну и все, хочу тебе это расскажите. Значит, не является формой она. Как не является? Ну и гидритивно. Ну потому что форма активна, в нашей парадигме все пассивный это предмет, все активно это форма. Да нет. Ну так можно было говорить только в самом-самом начале. Мне кажется, эта парадигма никак не меняется со временем. Эта парадигма касается всех составных частей, как бы, так я понимаю, философии. Ну если ситуация усложнилась, если картинка уже не двухчленная, как было в самом начале, а трехчленная, а ты предлагаешь по-прежнему к ней предменять, прежде, самый первый, самый предварительный разговор, активная и пассивная. А ситуация усложнилась. А разве можно разорвать чувства и предметы? Разве мы можем между ними поставить различия и сказать, что есть отдельный предмет и отдельные чувства? По-моему, чувства и предмет настолько непосредственно, что мы даже различить их не можем. Да, но чувство тождественное себе, а предмет становится. Так чувство тождественное предмет благодаря мышлению. И предмет тождественное себе благодаря мышлению. Поэтому и то, и другое просто привлекается к причинности мышления. Предмет не тождественное себе. Это форма тождественного себе, а предмет становится. Он все время становится. Даже сейчас, только в переходе от качества в качество, мы фиксируем единство формы и, соответственно, единство места. Даже сейчас мы будем все время предмет двигать меня. Нет, теперь предмет был переход от качества в качество, теперь качества стали рядом. Предмет меняется, а форма, чувственная форма, остается. Поэтому это очень трудно не отделять. Даже все время помнить, что предмет то, что становится. Он еще нигде у нас ни разу не стал. А форма все время стоит, чувственная. А мысль, слава Богу, пока работает. Ну хорошо. Значит, мысль сознает тебя причиной чувства. Именно так. Отличает себя. Даже как мысль сначала отличала чувство предмета как причину предмета, так же сейчас чувство отличает себя. А мысль отличает себя от чувства как причину этого последнего чувства. Тем самым мысляет себя отношением с собой, тем самым чувство делает отношением с собой. И тем самым предмет превращает в отношение одновременно данных разных модальных качеств. Вкус стал рядом с запахом, запах рядом со звуком, звук рядом со цветом. Далее. Но мы говорим, что чувство как отношение с собой так же предметно не дано, как простое чувство. Как не то чувство, которое было непосредственно отождецами. Изменился способ тождественного чувства. Теперь это не непосредственно отождественная форма, а относящаяся с собой форма. Но она точно так же предметно не дана. Поэтому точно так же предметно дано, как предметно при условии удержания чувства в качестве отношения с собой, при условии, при том условии, что мы удерживаем чувства в качестве отношения с собой, предметно мы сознаем все то же самое единство места. Но ситуация изменилась. Потому что теперь отношение одновременно данных качеств относится к единству места. Поэтому место превращается уже не в место, которое непосредственно отождественное, а превращается в вещь, имеющие свойства. Потому что если в одном месте одновременно дан запах, цвет, вкус и прочее, то это называется уже не место, а вещь, имеющая свойства. Таким образом мы в два хода выстроили вещь, которую хотя бы Гегель берет как априорную форму. Вещь, свойства, вещь, свойства. Вещь устраиваются два приема. Сначала это непосредственно отождественное место, а последующий переход от качества к качеству и все. А затем это место, которое имеет свойства. Когда место было непосредственно от одновременно, мне хотелось бы сказать, что оно имеет свойства, им присущие свойства. Оно просто опосреднили переход от качества к качеству. Здесь же мы имеем ситуацию, когда отношения одновременно данных качеств отсылают нас к единству места. А это уже называется, по-моему, вещь. То есть мы имеем ситуацию, когда отношения качеств сказываются о единстве места, превращая ее в вещь. Мне нравится это слово, что сказывается. Может, просто отношения относятся, то тоже будет правильно. Если я бегаю за простой фразой, то я бы сказал так, что отношения качеств сказываются о вещи. То есть мы получаем очень непривычную картину. Потому что привычно нам то, что предлагает Гиггер. Кусочек сахара, сладкий, белый, твердый, квадратный. А у нас так не получается. У нас получается с самого начала отношения качеств двух и более. Сказывается о вещи. У Гиггеля каждое отдельное свойство этого кусочка сахара существует независимо от других свойств. Чтобы узнать, что сахар сладкий, совершенно не обязательно знать, что он белый. В его определении качество относится к вещи. Да. Но отношение качества к качеству несуществует. А здесь получается, что качество относится к качеству. И зачем? Да. И вот это. Это их отношение относится к вещи. Да. И только так. То есть совершенно другой мир. Никому не ведут лесные дорожки, эти самые дикие звери бегут. На лесных дорожках обычно микрофон стоит. Висит. Фотопада. Висит. Ну, как можно тогда... Ведь смотрите, как получается. И у Гиггеля получается, что и вещь ровно находится на том же самом свету, также точно освещена и высвещена, как его качество. Но здесь же получается, что качество как-то находится в тени вещи. По той простой причине, что у нас отношение не качества к месту возникает, а отношение качества к месту. Да. То есть ясно, что у нас собственное качество выступает, как это в мире, кстати, есть. У нас выступают всегда в тени вещи. Да. Они... Первичным остается, это очень важно. Первичным остается. Почему? Потому что только взяв... От баранов начнем. Извините, Игорь, это и белый. Мысль есть отношение с собой, тем самым превращает чувство в отношение с собой. И только благодаря отношению и чувства с собой мы имеем одновременность качества. Только удерживая отношение чувства с собой мы получаем отношение качеств. Поэтому... А отношение чувства с собой это и есть единство места. Поэтому логически сначала единство места, сначала удержание чувства как отношение с собой, тем самым удержание места как одного и того же места, а затем уже отношение качеств. Потому что, еще раз, только мысли, чувства в отношении с собой мы получаем одновременность качества. Это условия удержания одновременности качества. Поэтому логически сначала место, то есть вещь, а затем отношение к качеству. А потом отношение к отношению к качеству. То есть речь же идет не таким образом, что у нас есть три места, и оно относится с качеством. Оно относится именно с отношением к качеству. Да. Вот это очень хитро. То есть само качество, оно находится в двойном опоследовании. Да. Получается. То есть оно очень называется. Мы так вечно воспринимаем, на самом деле. Вещь у нас всегда, что качество всегда находится в этой вещи. Потому что то, что перед нами дано, это таким образом всегда вещь, а не сладость. Да. Совершенно двойное опоследование и... Двойное опоследование. Так вот, что-то еще можно с этим как-то поработать? Что это за тень такая, в тени от вещи, в тени которой скрывается качество. То есть хотите различить вещи и качество? Что есть отдельная вещь как вещь, а есть отдельное качество как качество? Нет, просто вещь впереди. Казалось бы, вот это и странно. Казалось бы, терминологически сначала качество, а потом вещь. Обратно же ситуация. Сначала красное, а потом уже там, не знаю. Да, но вещь для нас дана таким образом, что качество в качестве будет длиннее. Нет, вы хотите отличить вещь от качества? То есть вещь есть, помимо того, что оно дана-дана-дана. Да. Да, и поскольку есть вот это понятие, понятие тени, то мы должны стараться понять, что в этой самой ситуации качество, а качество в качестве – это не вещи. Таким образом, качество действительно отличается от вещи. Вот что интересно. Ну, получается, если вы удвоили мир, особенно, есть не в вещей, как-то, да, есть в качестве. Нет, не удвоили, не совсем, но просто вот это, как бы, вот этот феномен сокрытости, спрятности качества в вещи, но вот он тоже нуждается в никому. Так, может быть, все-таки о месте говорит не какая вещь, а какая бытия. Вот есть некого рода, типа, как вот, наличное бытие в мире. Есть некое наличное бытие, да, которое не является собственной вещью, вокруг которого действительно собираются все качества. Просто не получилось бы так, что нас бы не поняли, что такое вещь. Только не к ней относятся качества, а к ней относятся отношения качества. Отношения качества. Отношения качества. Есть и про наличное бытие, да, оно еще не вещь, потому что вещь – это наличное бытие плюс отношения качества. Только тогда, когда есть две составляющие, есть и вещь. До качеств существует наличное бытие, никак не определенное, да? И как бы качество, отношение качества, передает наличное бытие такой определенной, как вещь. Когда мы говорим о том, что не свойство относится к вещи, а отношение свойства относится к вещи, здесь уже, по-моему, предполагается, что свойство в тени вещи. Когда одно качество, как у Гиггера, но это, собственно, аристотельская логика, субъектно-притекатная, субъектно-притекатная вещь-свойства, это от века, а у нас иначе. Они уже на свету одинаковы. Тем самым они на свету одинаковы. Да, вещь без свойства, в свойства без вещи. А если отношение свойства относится к вещи, то вещь, конечно, должна быть переведена. Его последование должно быть переведением отношения к качеству. Значит, просто не получится, что вещь развалится, разлетится. Если вещь тождественна каждым двум качествам, то у нас, получается, две вещи. Вещь, как то, к чему относятся не свойства отношения, а не свойства, но должно быть переведено. Должно логически, разумеется, а не фемиологически предварять отношения. Только в тени у нас находится всегда бытие, на самом деле. Потому что все остальное у нас явлено в качестве. Вся определенность, вся содержательность мира, она в качестве явлена. Единственное, что остается в тени и не явлено, это бытие. Ну а вот, а место, вещи, это что? Это пространственность, мы же говорили об этом. Это тоже явленное произведенное пространство. Это бытие или качество? Это качество некой пространственности. Но не качество вещей, конечно, но в смысле определенности некая, некая качественность. Некая содержательная вещь-определенность. А если вещь есть место, то получается, что вещь это одна определенность, да? А качество, точнее отношение к качеству, которое к ней присоединяется, это другая определенность. И получается синтезирует две определенности, да? Так что это получилось? Нет, извините, Влад, я просто не услышал этого. Я думаю, что вы между собой разговариваете, я задумал о своем. Это упустил. Я просто вторую на самом деле, что либо вещь, то есть, в частности, место и вещи, это некоторого рода такая же определенность как качество. Я в свое время даже спрашивал, почему оно не чередуется с другими качествами? Почему оно как-то фиксировано и выделено? Казалось бы, пространственность – это некоторая рода определенность, которая наряду с другими определенностями. Сладкая, громкая и прочее. Но мы говорили о том, что вроде она как-то выделена. Допустим, она даже выделена, но она тем не менее… Кто она? Пространственность, вместо места. Либо место, на самом деле, это иное просто определение бытия. Я согласен, это иное определение бытия. Тогда дело не пространственность. Пространственность – это просто форма, в которой это определенность бытия в данном случае выступила. Просто пространственность она всегда конкретная пространственность, и тем самым это действительно в качестве геометрической формы, это действительно одно из качеств вещей, которое сменяется краснотной, conservation вещей, соленностью, и чем хотите. Но если говорить о месте не как о конкретной пространственности, а просто как о основании единства вещей, или если раньше, то это основание чередования качеств, то, что, собственно говоря, опостребует эти качества, то тогда оно не пространственное. Вот надо понять вот это тожество, да, вещи. В чем состоит тожество? Мысль является причиной этого тожества. То есть по мысли, по логике содержания, которую мы высказываем, у нас каким-то образом тожество положено как наличное, как бытие. То есть вот место, о котором мы говорим, это некое тожество, но которое положено как уже наличное тожество, как город-предмет. Так потому она и пространственно, что оно положено как наличное. Но именно он сильно положено как наличное. Вещи и их местные. Опять же, это не бытие, это понятно, да? Ну, можно бытие, да. Потому что бытие, это как раз-то бывала сторона-предмет, опять же. Тут какая-то вещь такая, как мне кажется, развилка. Как понять вот это вот место как место? Ну, чтобы понять место как место, надо учитывать еще одно обстоятельство. Что движение продолжается. Что отношение качеств... Трех качеств, четырех, пяти. Если предположить, что вещи только два качества, то мы их воспроизводим как отношение двух, но не стоим на месте. Мы не сидим на заднице, выражаем. И только в этом движении, от отношения к отношению. Потому что отношение двух — это одно отношение, отношение трех — это другое отношение. А вот это движение от отношения к отношению укачивает. Теперь же мы не говорим просто о качестве движения от отношения, одного отношения к другому человеку. Мы удерживаем единство вещей. Единство места или единство вещей. Опять только в этом движении предмет только становится. Так вот движение — это стихия предмета или это мы движем? Смысль движем? Потому что что значит стихия предмета? Смысль не так, как запрыгал у нас. Не, стихия предмета у нас состоит в том, что он становится в форме. Так вот это просто продолжение установления формы, да? Да. Да, да, да. Предмет по определению то, что становится. Если мы когда-нибудь изменим этому определению, ну, по крайней мере, надо будет зафиксировать, то лучше разлетись. Потому что изначально предмет — это нечто становящее. И чтобы удерживать единство вещей, теперь уже для порядка будем говорить не место, а единство вещей, ну, мы можем место. Вот. Мы должны от одного отношения к качеству переходить к другому отношению к качеству. И это отвечает природе мысли, которая тоже, конечно, осознав себя как отношение с собой, не стоит, а воспроизводит себя как отношение с собой. Все время находится естественное движение, соответственно, воспроизводя отношение чувства с собой вместе с тобой. Потому что она воспроизводит себя как отношение с собой в качестве причины чувства. Возникает как бы такая картина. Мысль воспроизводит, общая картина, мысль воспроизводит себя как отношение с собой или отношение к тождеству. Тем самым, воспроизводя вновь и вновь и тем самым, производя переход от одного отношения к качеству. Вот такая картинка. Былось опять сказать, что слишком просто. И тем самым, производя переход от одного отношения к качеству к другому отношению к качеству. Мысль воспроизводит себя как отношение с собой, тем самым, воспроизводя чувства как отношение с собой, тем самым, производя переход от одного отношения к качеству к другому отношению к качеству. Это и есть специальная картина нашего восприятия вещей. Только теперь можно сказать, что вещь существует, потому что она существует именно таким образом. Мы всё время её ощупываем, причём ощупываем не по качеству, а по отношению к качеству. Отношение к качеству просто у нас определённым другим способом не дана нам, кроме как отношения к качеству. То есть фактически мысль просто является причиной всей определённости, которая у нас выражается как отношение неких качеств. Я говорил, что когда Аристотель и Религия берёт суббитопредитательную ситуацию, когда одно свойство относится к вещи независимо от того, как другое свойство относится к вещи, то здесь явная ошибка, потому что если свойство одно, то оно никак не отличается от вещи. Если вы представите, что вещи одно свойство, а по существу такие есть, потому что знание того, что сахар сладкий, не предполагает знание, что он белый. Не предполагает. Поэтому мы имеем право брать именно это отношение одного свойства с вещью. Если вещь из одного свойства, то оно и будет, свойствами будет вещи. Вы никогда и никак не различите с вещью свойства. Только при условии есть свойства сразу два, а потом три. Только тогда можно говорить об отношении в вещи. Это вот иющее ошибки, когда же вы понимаете. Нет, Викторий ответил бы на это, я думаю, так, что отношение вещи и свойства, даже если свойство всего лишь одно, удерживается сознанием, или это является условием? Так не удерживается оно сознанием. Виктор, может быть, ответил так, но не удерживается оно. Представьте себе, вещь одним свойством, мы будем не отличить вам вещь от свойства. А не надо отличать. Это просто исключительно акт мысли, проделываемое сознание. Феноменально никак не отличимо, безусловно. Ну, кому это мешает? А в понятии, в определении это различено. Вот и хорошо. Гегель сказал бы, что это различие удерживается в сказывании его вещи. Я бы тут защитил все-таки Гегель. У нас у людей есть глава феноменологии «чувственная достоверность», где как раз определенность выступает в качестве примера. И вот там вот этот пример никак не отличается от этого. Нет, нет, нет. Чувственная достоверность – это до вещи. Вещь – следующий шаг. Правильно. А вот когда возникают вещи, у него возникает и многообразие свойств. То есть у нас есть позиция, где всего лишь одна определенность, да? И тогда действительно бытие неотличимо от этой определенности. И просто всякая определенность выступает в качестве примера, да? И вообще там про определенность даже говорить не может, да? Он приводит пример смены дня и ночи. Нет, ты все сбиваешься на чувственную достоверность. Нет, я понимаю. Это просто когда он переходит в вещи, он подразумевает, что вот этих вот «это» много. Не одно «это», а в «чувственной достоверности» стремится сказать, что «это» что-то одно. То есть «это» – ночь. И появляется день тогда. И вот когда «чувственная достоверность» признается, что «это» не одно, а их много, а «это» характеристика Угриго или характеристика всеобщества, то тогда возникают вещи, у которых многое сложно. То есть я считаю, что таких вот тут разумеешь, что вещь много сквозь. Ну, много-то много, но ни в коем случае не так, что отношения свойств сказываются… Это не так. Вот это тоже не так. Скорее, как он преднаходит, что вот вещи разворачиваются, как вещи, которые имеют много сквозь. И это вот в каком-то отношении феноменологии он считает, что это не нужно доказывать о основе. Ну, так и называется феноменология. Да, он как бы чувствует достоверность, что он преднаходит как бы бытие и примеры этого бытия. И всегда вот определенность вступает в качестве примера, и она сливается с самим бытием. Не важно, что состоит в пример, все равно как бы по факту некое есть бытие. Это, как бы, не важно, что оно, оно просто бытие. Определенность в него не может быть здесь доухвачена. И когда возникает все-таки множественная определенность, тогда возникает вещь. Здесь, мне кажется, этот переход сделал так же, как Олег Михайлович. То есть необходимый контекст, множественность для того, чтобы вообще определенность могла о себе заявить. Другое дело, что свойства действительно… По отдельности. Да, по отдельности. Даже свойства по отдельности. Вот как бы преднаходничка. Вот вещь, оказывается, вот она развернулась в многообразии слов. И все. Это в нем факт, и он это не обсуждает. Ну хорошо. Хорошо. Значит, вот такая общая картинка. Мысль, вот еще раз воспроизводит себя как отношение тождества, тем самым воспроизводя чувство как отношение тождества, тем самым производя переход от отношения, от одного отношения качества к другому отношению качества. Скажем, от двух к трех. Или наоборот, от трех к двух. Посмотрим на то, как относятся между собой здесь, в этой картинке, в этой динамичной игре. Мне, на самом деле, действительно, я не очень когетничаю, когда говорю, что попадаешь в какой-то совершенно другой мир. Это глухой лес с русалками. Потому что я никак не могу сам себе отдать. Мне нравится на слов все, что я говорил, но я не могу себе отдать. Действительно, мы так видим, что сразу берем два свойства. Увечья. И... Вполне уже, по-другому. Относим... Я тоже просто не привык. Я привык. Вообще нормальные люди. Брать свойства вещи. Свойства вещи. Мне теперь кажется, что так нужно устроить. Вы сами перешли в логику. А теперь вы хотите некоторой феномологической достойности. Ну, по-моему, ее нету. Прекрасно. Ну, только феномологически надо сказать, что у нас нет такого опыта, как папа, без какой-то много качества. Такого опыта ведь у нас нет. У нас всегда, всегда их много. Какой опыт не был, всегда много качества. Всегда. Ну, тогда может быть, да. Хотя вы рассказывали, вот, пора помнить, там, что можно взять, допустим, предмет, и возвести его в состояние, или состояние, как бы, встало бытия, да, как анаксимандр. Или как в воду, можно взять воду фалис, да, и как бы видеть в ней вот это бытие. То есть, казалось бы, как-то там вот это возможно, но в данной ситуации вот такая парадигма уже невозможная. То есть, нельзя воду возвести в утие. Нельзя сказать, что все это, смотря на воду, что все есть вода, вот такого, сказать, из-за такого опыта невозможно. Всегда будет вода на поле, там, не знаю, воздуха, там, земли, и так далее. Всегда будут надобрать. Ну, ладно, я утешлю. Посмотрим в этой динамичной картинке, как соотносится мысль с чувством. Ну, потому что это, как бы, исходное. В этой картинке мысль является причиной чувства. Но это такого рода, но при этом, что я хочу сказать. Достоверность мысли для себя не отличается от достоверности чувства для мысли. Достоверность мысли для себя, как отношения с собой, не отличается от достоверности чувства, как отношения с собой. И, собственно, поэтому вот такого рода достоверность, где достоверность причины совпадает с достоверностью средства для самой причины, для самой мысли. Мысли себя как достоверность не отличается от достоверности чувства. И поэтому, чтобы быть причиной, мысль должна все время воспроизводить себя как причину. Мысль только в том случае остается от причины, не падает на чувства, потому что совпадение достоверности для самой мысли грозит провалом мысли в чувства и соответствующим заведением самого чувства и вообще как бы хаоса. А как может быть мысль достоверная? Чувство может быть достоверное, а мысль это как? Мысль достоверна для себя, но мысль для себя достоверна так, что достоверность мысли для себя, для самого мысли не отличается от достоверности чувства. Поэтому, чтобы быть достоверной себя в качестве причины, вообще быть причиной, мысль должна вновь и вновь воспроизводить себя как причину чувства. То есть мысль себя знает только через чувства, что ли? И чтобы себя знать, она должна улавливать свою причинность Улавливать свою причину И тем самым констатирует, что она причина Нет, она должна улавливать свою причину в себе Но для этого она должна воспроизводить себя как причину чувств То есть она должна генерировать причинность И тем самым удостоверять, что она есть причинность Да, да, да Она воспроизводит себя в качестве отношения с собой Именно воспроизводит, не останавливается Потому что, еще и потому, во-первых, это и природа такова Деятельность Но еще и потому, что характер достоверности здесь вот такой Ростоверность здесь вот такой Это очень похоже на ситуацию, когда мы впервые отличили мысль от чувства Это было при сложении Там тоже мысль обнаруживает себя как причину чувства в первый раз До этого она не отличала себя от чувства Здесь она отличает в сложении, в операции Мысль отличает себя от чувства как причину чувства Но достоверность мысли для себя Еще не отличается от достоверности чувства для мысли И поэтому мысль должна все время складывать, складывать, складывать Поэтому сложение не имеет вида 1 плюс 1 А имеет вид 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 Потому что мы все время доказываем себя в качестве причины чувства Что это значит? Это значит, что знание мысли о себе Знание мысли о себе и как причине чувства Не отличается для мысли от осуществления причины По тому характеру достоверности Знание мысли себя как причины чувства То есть, знание о себе как отношения к той к той к той Не отличается от осуществления, от действия причины Знание о себе причины не отличается от действия причины Не, скорее, сопровождает, наверное? Да, действительно, не разлиплась Может, какая сопровождает? Но действие же не состоит в том, чтобы знать Никто не раньше Причина генерирует по своей причинности То есть, мысль как генерирует причинность Но она просто одновременно и знает о том, что она генерирует Или сама генерация – это и есть знание? Мы пока ничего больше не говорим Мы говорим только о том, что знание о себе причиной совпадает с действием причинения Сопровождает или совпадает? Совпадает Не отличается Если бы сопровождало, что это значит? Что-то было бы раньше, что-то было бы условно Например, что знание о себе причиной играет с условием причинини Или наоборот Действие причинения играет с условием Ну, это вряд ли наоборот Но это так Вот То есть, пока не так обстоит дело, что знание о себе причиной Играя с условием самого действия причинения Пока дело обстоит так, и это надо заметить что знание мысли, себя, как причины, совпадает с действием, это самая мысль совпадает с действием причины. Такой характер, вот, поэтому и мы движемся, движемся, движемся. Равно себе, равно себе, равно себе. Ну, наверное, все началось, да? Хватит.